Дорожный фонд Ивановской области в 2019 году перевалил за 6 миллиардов рублей. На эти деньги отремонтируют сотни километров региональных дорог. Кроме того, ремонтные работы идут и в Иванове. Ремонтируется улица Богдана Хмельницкого, Фрунзе, проспект Текстильщиков и многие другие. В областном центре на ремонт автодорог в этом сезоне потратят около 1 миллиарда рублей. Это больше, чем когда-либо. Все лето, несмотря на переменчивую погоду, дорожники укладывали свежий асфальт и бордюры. Масштабы работ внушительные. В городе одновременно перекладывают плотно на десятках улиц. Мне нравится, что дороги у нас приводят в порядок. Это первое. Конечно, есть свои минусы, заторы, пробки. Но это мы все переживем. Главное, чтобы дороги были без хабов, без ям. И чтобы мы машины не ломали, потому что мы налоги все-таки платим дорожные. И хотелось бы, конечно, видеть наши дороги в лучшем качестве. Нет, я не знаю. А вы из какого региона? Из Москвы. И вот по сравнению с московскими дорогами, как вам Ивановские? И тут плохо, и там плохо. Так что не надо. Плохо везде. Делают плохо, делают все время. И невозможно. Чинят, и через месяц опять чинят. Опять ямы. В основном-то ремонт хороший. Здесь нормальный ремонт сделали. Тут очень даже мне понравилось. На Ваталицах тоже хороший ремонт сделали. Новую дорогу сейчас, можно сказать. Ну, не нравится. Может быть, где-то на окраинах. Там улица Попова, вот как всегда. Вы не знаете такую улицу Попова? Там за силикатным. Она никогда там не ремонтировалась. Вот хоть кто-то приехал бы, да сделал. Ну, в часы пик бывает попадаешь. Так что движение перекрыто. И приходится достаточно долго проводить время в пробках. А к качеству ремонтируемых дорог есть какие-то претензии? Ну, на первый взгляд. Вроде бы как нет, время покажет. У автомобилистов в целом нет нареканий к отремонтированным улицам. Чего не скажешь о властях и контролирующих органах. На проспекте текстильщиков работы все еще идут. Здесь подрядчик был вынужден неоднократно перекладывать асфальт. А такая работа на дошивку не влетает в копеечку. Есть ли какие-то претензии? Уже стало намного лучше, чем было. Где стало лучше? Ну, в основном по центральным дорогам. А претензии есть какие-то? Хотелось бы больше, чтобы дороги отремонтировали в частных домах и в сторону Суховки. Там проехать вообще невозможно. Мы там живем, в сторону Рождественского микрорайона. Там просто ездить невозможно. По сравнению, например, с Костромой, у нас идеальные дороги. Хотя, конечно, далеко от идеального, но я считаю, что в Иванове дороги нормальные. Те дороги, которые делали несколько лет назад, в каком они сейчас состоянии, на ваш взгляд? Частично ломаются. На Некрасово только пока стоит хорошо. В остальных местах ломаются. А по региональным дорогам ездите? Редко. Редко. На Москву дорога хорошая. Тейково плохая. В роднике тоже. Я работаю на Серафимовиче, на Лебдево-Кумача. Там ямочный ремонт делают ужасный. Там вообще, ну, надо бы асфальт, конечно, поменять. Отремонтировать все дороги за один сезон, конечно, невозможно. Власти стараются привести в порядок центральные артерии города, а также маршруты, которыми пользуется большинство ивановцев. Однако, обещают в ближайшие годы взяться и за окраины, и за частный сектор. Ну, вот я сам из деревни, из Лежневского, из района. Дорога не к черту. На нашу сделали до половины и бросили. Ну вот, а деньги-то мы платим за дороги. Вот по Шубинах дорога, которая пересекает с Василевского, там вообще нету. Там детский садик, не один, два детских садика, школа. Там отвратительная дорога, вообще ее нету. Ну, хорошо делают. Самое главное, по технологии просто видно, что делают подушку, и дорога должна сохраниться чем дольше, тем лучше. Здесь сделали, по крайней мере, дороги хорошие. Как вы думаете, в целом, надолго ли этих дорог хватит, когда их придется снова ремонтировать? Ну, года через два, я думаю, снова придется ремонтировать. То есть, такие дороги на два года? Ну, я думаю, да. Заказчики дорожных работ, городские и областные власти обещают, что при приемке будут тщательно проверять качество. Брак заставят переделывать, чтобы впредь подрядчик даже не думал сэкономить и с первого раза выполнял работу на совесть. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова